Йодли! Он профессиональный боец, кстати, вызывал свое время на бой самого Томаева, но тот, конечно же, слился, потому что руки-базуки это 40 килограмм натурального, чистого, рафинированного подсолнечного масла. Обосрались? То-то же. А теперь Олег Монгол, человек, чья печень регенерирует так, что Росомаха просто лошара по сравнению с ним. И узнав об этом, сценаристам пришлось убить его в логане и просто нахер вывезти из вселенной. Также Монгол вызывал на бой всех Тарасовых в мире, но они все зассали. Артему даже пришлось сломать себе руки, чтобы не выходить на бой с Монголом. И только Корней, держа чекушку бодрей, принял этот вызов. И каким-то чудом смог победить. Теперь руки-базуки поймут всю мощь, которую Монгол пытался заглушить алкоголем и инстаграмом. Да начнется битва. Монгол начал с джеба, самого опасного своего оружия, между прочим. А у Монгола, кстати, борцовская база, но в стойке он тоже очень неплох. Но так как Кирюха был фанатом Джакса из Mortal Kombat, на руках ему нет равных в этой вселенной. Жесткий размен, видно, что базуки там как дома, Олег пока не чувствует темпа. Но Монгол на челноке пропускает что-то тут от базуки непонятное. Но это только первый раунд, друзья. Бойцы-то еще прощупывают друг друга. Мгновенный левый сбоку от базуки. Неудивительно, почему Монгол его не заметил. Такой удар пропустил бы даже Флэш, не говоря уже о Мэйвезере там всяком, да? Но вдруг Монгол уворачивается от правого полуглубоководного кривого полубокового. Это оргазм для глаз просто, друзья. Монгол сокращает дистанцию. Кирилл шмаляет с собой в базук, но Монгол чисто корпусом на изи избегает ванильной опасности. Но снова пропускает Монгол. Хотя борьба с гравитацией это же его хобби. Он как никто знает, как устоять на ногах, особенно с пол-литрой в пакете. И если бы она сейчас была у него в руках, базука бы никогда в жизни в него не попал. Но боксерская база базуки выходит из него во всей красе. Монгол много пропускает в лицо, и он не боится потерять презентабельный вид. Он ведь теперь топовый блогер и в конце концов просто лицо инстаграма. И вот вроде Монгол нашел лазейку и залетает туда с фирменной двоечкой. Но воткнувшись в синтул, просто оказывается на полу. И как он филигранно оттуда выходит, вы посмотрите. Не зря именно по его боям учился сам Даниэль Кармия. Базука очень быстрый на руках. Что уж тут скажешь, боксерский талант, залитый маслом золотая семечка. Но Монгол просто на опыте делает двойной хурма-свист и оказывается в фулл-баунти базуки. И тут его заточенный годами и фуфайкой локоть проникает в базуку, как горячий нож в масло. Базука, конечно же, стучит, все-таки жизнь важнее. А ему еще и приветы нужно передавать там всякие. Поэтому Монгол становится новым чемпионом южного фекального слива. И... Чего? Нокаутом? Рефери, ты что раньше охранником в Дикси работал? Вроде болевой же был. В этом бою техническим победам выиграл Денис. А, техническим победам. Ясно, ясно. Все, теперь все стало на свои места, ребята. Это не обсуждается. Рефери-профессионал. И вот вам, пожалуйста, фирменный танец от Олега Монгола. Ну что, ребят, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, как вам бой Олега Монгола. А с вами был Какой-то парень.